Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Преполомни, учина Сергия, были Бога у нас! Светитель, очи наш, Николая, были Бога у нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 12 февраля. Житие Святого Отца нашего Алексия, митрополита Московского, всея Руси и чудотворца. Святой и чудотворец Алексий, митрополит российский, происходил из боярского рода. Родители его Феодора и Мария были бояре Черниговского княжества. Святой Алексий родился в Москве при московском князе Данииле Александровиче. Это младший сын Святого Александра Невского, основатель самостоятельно московского княжества и родоначальник князей Московских, 1261-1303 год. Бывший тогда еще отроком был восприемником Алексея в Святом Крещении, причем младенцу было наречено имя Елихерии. Когда он подрос, его отдали учителям для книжного учения. Однажды, когда Елихерию было 12 лет, он как-то в поле расставлял сети для ловли птиц. В это время отрок случайно уснул и услышал голос «Зачем, Алексей, ты напрасно трудишься? Я сделаю тебя ловцом людей!» Пробудившись от сна, отрок никого не видел вокруг и сильно удивился тому, что он слышал. С этого времени он стал думать много и размышлять, что должен значить этот голос. Возлюбив Бога с юного возраста, он оставил своих родителей, отказался от женитьбы и, желая поработать единому владыке Христу, пришел в Богоявленский монастырь в Москве и здесь постригся в иноке. Причем в пострижении ему дали то имя, которое он слышал в сонном видении – Алексий. Это было в 1320 году. Тогда игуменом в Богоявленском монастыре был Стефан, брат великого чудотворца Сергия Радонежского. Он сам постриг святого Алексия, которому шел тогда 20-й год от рождения. С того времени до 40-летнего возраста святой Алексей неустанно трудился, постился, молился каждую ночь и упражнялся в других иноческих подвигах, так что многие делились его ревности. За его богоугодную жизнь все почитали и уважали святого Алексея, даже сам великий князь московский Симеон Иоаннович, прозванный Гордом, княжил с 1340 по 1353 год. И митрополит Фиагност сильно любили его. За многие добродетели он был поставлен епископом города Владимира. Когда представился митрополит Фиагност, великий князь московский Иоанн Иоаннович, принявший образы правления после брата своего, великого князя Симеона, по соборному постановлению избрал митрополита святого Алексея и послал его на посвящение в Царьград к святейшему патриарху Филофею. Святой Фиагност управлял русской церковью с 1328 по 1553 год. Великий князь московский Иоанн II Иоаннович княжил с 1353 по 1559 год. Патриарх Филофей управлял Константинопольской церковью с 1354 по 1555 год. Филофей поставил святого Алексея митрополитом киевским и сия России. По возвращении из Царьграда святой Алексей принял на себя управление церковью русской и еще более стал подвязаться к одним подвигам, прилагая другие, и был святильником для всех, подавая пример словам, делам и жизнью, верой и чистотой, духом и любовью. Слава святителя Алексея распространилась не только между верующими христианами, но даже и среди неверных магометан, кои не знали Христа. Супруга хана татарского Джанибега Тайдула три года назад лишилась зрения. Слышав, что Бог творит многие чудеса по молитвам святого Алексея, Джанибег послал к великому князю московскому Дмитрию Иоанновичу с просьбой, чтобы он прислал к нему этого человека Божия, дабы он, помолившись о его царице, Богу, дал ей прозрение. Дмитрий IV Иоаннович, великий князь Донской, родился в 1350 году, октября 12-го. С 1362 года получил великое княжение, построил каменный Кремль в Москве, княжил 27 лет, жил 40 лет. Он победил хана Мамайна Дону в 1380 году, 8 сентября. Скончался 1389 года, 19 мая. При этом Джанибег дополнил, если царица получит исцеление по молитвам того человека, ты будешь иметь со мной мир. Если же ты не пошлешь его ко мне, то я разорю огнем и мечом твою землю. Когда это прошение Джанибега пришло в Москву, святой Алексей воскорбел, считая это делом выше своих сил. Но по просьбам великого князя Дмитрия он все-таки отправился к хану Джанибегу. Перед своим отшествием из Москвы он совершил с духовенством молитвенное пение в соборном храме в честь с пене Пресвятой Богородицы. Во время всего молебствия свеча у гроба святого чудотворца Петра зажглась сама собою, и все видели это чудо. Из этого святой Алексей уразумел, что Господь благоволил ему возвестить, что путешествие его будет благополучно. Взяв некоторую часть воска от той свечи и изготовив из нее малую свечу, святитель вместе со своим клиром стал готовиться в дорогу, твердо уповая на милость Божию. Еще до прибытия блаженного в столицу монголов царица в сонном видении узрела святителя Божия Алексия в архиерейской одежде в сопровождении иереев. Пробудившись, она тот час приказала изготовить драгоценное облачение для архиерея и священников по тому образцу, как она видела в сонном видении. Когда святой Алексей приближался к столице татар, Джанибег вышел навстречу ему с великой честью и ввел ее в свои палаты. Святитель начал молебное пение, повелел возжечь ту малую свечу, которую он взял с собою. После продолжительной молитвы он окропил священной водой царицу, и та тотчас прозрела. Хан со своими вельможами все бывшие там весьма изумлялись этому дивному и славному чуду и восстылали хвалы Богу. Почти в Алексея признательный хан дал святителю знак почести перстень, который доселе хранится в патриаршей резницы. И бывшим с ним, и с Федрой наградив их, Джанибег отпустил их с миром. Возвратившись из Орды, святой Алексей по прошествии некоторого времени принужден был снова отправиться в Орду. Хан Джанибег умер, а на его престол вступил жестокий и кровожадый сын его Бердебег. Убив своих двенадцать братьев, он хотел идти с войском своим на русскую землю. Тогда по просьбе великого князя Иоанна святой Алексей отправился в Орду к Бердебеку и своей кроткой разумной беседой укротил ярость жестокого хана. Из хадатайства перед грозным владыкой мир для христиан святой Алексей возвратился в Москву, ибо сюда был перенесен святым Петром, митрополитом киевским, престол киевской митрополии вследствие частых войн и вторжений варварских народов. Когда скончался великий князь Иоанн, на рамен осветителя пала опека над несовершеннолетним князем московским Дмитрием Иоанновичем, власть великого князя выпросил себе в варде Сузарьский князь Дмитрий Константинович. Святитель должен был благословить Сузарьского князя на великое княжение, но решительно отказался исполнить просьбу великого князя жить во Владимире, оставаясь благопопечительным отцом для юного князя Дмитрия Иоанновича. В варде между тем шли смуты, каждый год являлось по нескаку ханов, истреблявших один другого. В 1362 году явилось два хана-соперника. Юный Дмитрий выпросил у одного из них звание великого князя России и заставил Дмитрия Константиновича удалиться из Владимира. Святитель Алексий с радостью благословил питомство своего на великое княжение чудотворной Владимирской иконы Богоматери. Он был душой советов и дел князя Дмитрия. Трудами святителя росла и крепла власть великого князя Московского. Между тем, святитель Алексий занимался строением обителей иноческих. Так он построил на берегу реки Яузы храм во имя Господа нашего Иисуса Христа в честь нерукотворенного его образа, устроил при всем храме монастырь и взял в нем общежительный устав. Старейшинство в новой обители он вручил Андронику, ученику святого чудотворца Сергия. Кроме этого монастыря, святитель Алексий построил еще другие церкви и монастыри в Москве и в других городах русских. Так он построил в Москве каменную церковь во имя святого архистратига Михаила в честь славного чуда его, бывшего в Хонях. Устроил монастырь, да ныне именуемый Чудовым. При всем святитель заповедал положить здесь свое тело. Чудов монастырь основан в 1365 году в память чудесного исцеления татарской царицы Тайдулы. Много других дел достойных памяти славных и дивных соделал святитель Алексий во славу Божию и добрый пас в свое словесное стадо до самой своей кончины. Предузнав о своем отшествии ко Господу, святитель совершил божественную службу и причастился к святых тайн. Пожелав всем пребывать и в мире, он воздал всем последнее целование и спокойно предал Господу свою душу 12 февраля 1378 года. Святительский престол сей великий служитель занимал 24 года, всех же лет жизни его было 85. С подобающей честью тело его было погребено в созданном им храме во имя архистратига Михаила в пределе Благовещения при святые деве. Спустя много лет обретены были святые многоцелебные и его мощи вполне нетленными. Даже ризы на почелшем святителе были совершенно целы, как будто их надели накануне. После этого эти святые мощи были перенесены в церковь, построенную во имя этого угодника Божия. От них и доселе источается как бы от неиссякаемого источника многие исцеления и подается святым его молитвами помощь всем, с верой преподающим к ним. По неизреченному милосердию Господа нашего Иисуса Христа Ему же слава вовеки. Аминь. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok